Всем привет! Меня зовут Диана и вы меня помните по предыдущему ролику. Как вы заметили, в тот раз я была слишком худая и мне не хватало мяса. И теперь мы запускаем цикл видео, как я буду прогрессировать вместе с вами. Потому что с прошлого ролика я набрала уже целых 4 килограмма. А просто есть, да? Сегодня я хочу вам рассказать о моей тренировке ног на соревновательный период. Еще я вам расскажу о питании. Подписывайтесь на канал Египтед, чтобы смотреть за моим прогрессом. Итак, мы начинаем! Первое упражнение мы выполняем в суперсете. Это будут классические приседания со штангой и приседания плие с гантелью со степом. Без данных упражнений не обошлась ни одна моя тренировка ног на соревновательной подготовке, так как моими отстающими мышцами являются ягодицы и внутренняя поверхность бедра. Чем ноги шире во время приседаний и чем больше носки развернуты в стороны, тем лучше включаются в работу ягодицы и приводящие мышцы ног. Во время выполнения упражнения стараемся приседать как можно глубже. Выполняем 4 подхода с постепенным увеличением веса и уменьшением количества повторений на 15, 12, 10 и 8 раз. Следующим упражнением будут выпады в тренажере Смита с помощью партнера. Выполняя выпады в данном варианте, мы минимизируем нагрузку на подрицепс задней ноги в сравнении с тем вариантом, когда она находится на опоре, например, на скамье. Сегодня снова вместе со мной мой тренер Алла Мартьянова. Соведим за тем, чтобы во время подъема мы давили пяткой и не переносили яст тела на носок, для того, чтобы вся основная работа приходилась на ягодицы. Упражнения выполняем в трех подходах по 10-15 повторений до отказа. Если вы находитесь на начальном этапе своего тренировочного пути, попробуйте выполнять выпады классическим способом в тренажере Смита. До своей соревновательной подготовки я выкладывалась на каждой тренировке, но прогресса не было. Я заметила, что с моими интенсивными тренировками я ела слишком мало, поэтому я начала буквально впихивать в себя еду. Кушала я примерно 6 приемов в день, и было раздельное питание. То есть с утра у меня была каша, где-то примерно 150 грамм в сухом виде. Далее у меня был белок с овощами, потом снова каша, опять белок с овощами, каша, белок с овощами и снова белок с овощами. Я просто больше не могла съесть. Вообще мне сказали есть 700 грамм сухих углеводов в день, но я просто не могла. У меня просто не вылезало это, у меня желудок не успевал это переваривать. Я никогда не придумывала никаких новшеств. Для меня грудка и просто нарезанные овощи для меня это уже вкусно, даже без соли, без оливкового масла. Если вы такой же дрищ, как и я, не забывайте питаться правильно, часто и много. Для большего прогресса нужен какой-то процент жира и воды в вашем организме, дабы быстрее набрать этого мяса. Но в то же время особо не разбухать, чтобы был виден пресс. Так как на самом деле у меня начинаются паранойи, если у меня не видны мышцы. Не знаю, для меня это уже стресс какой-то. Кстати, кардио я не делала уже, наверное, где-то год. То есть у меня все еда и силовые. Еда силовые. Во время соревновательной подготовки у меня были БЦА, аминокислоты, протеин обязательно после тренировки и были протеиновые шоколадки. Никогда не подсчитывала калории, жиры, углеводы. Углеводы только начала подсчитывать на соревновательном периоде, дабы мне нужно было набрать. В принципе, на первом этапе можно завести дневник тренировок, чтобы вы прогрессировали, чтобы вы видели, с каким весом вы выполняли упражнение на прошлой неделе, с каким сейчас выполняете. Если вы не можете это сами запомнить, то дневник вам, конечно же, очень поможет. Третьим упражнением будут подъемы корпуса на заднюю поверхность бедра. Рекомендую аккуратнее выполнять данное упражнение, если у вас есть проблемы с коленями. В данном упражнении опускаем корпус как можно ниже, растягивая заднюю поверхность бедра и напрягая ягодицы. Работаем до отказа, примерно на 15 повторений в 3-4 подходах. Если вы выполняете большее количество повторений, можно взять в руки дополнительное отягощение. На начальном этапе рекомендую начать с более простых упражнений на заднюю поверхность бедра. Упражнение номер 4. Разведение ног в тренажере. Выполнять будем непривычным для многих способом. Спинку кресла отклоняем назад, примерно на 120-130 градусов. Держимся за верхнюю часть спинки. Таз поднят вверх, пятка опущена вниз, носки развернуты в сторону. Выполняя разведение данным способом, вы переносите акцент на верхнюю часть ягодичных мышц. Выполняем упражнение в 4-5 подходах по 15 повторений. Пятое упражнение – гиперэкстензия. Данный тренажер не позволяет опустить его в более низкое положение, поэтому я подкладываю под стопы два длина. Это упражнение я выполняю в 15 повторений в полную амплитуду и 12 в короткую. Технику выполнения вы можете посмотреть в одном из роликов «Югиптер». Ну что, мы закончили с вами тренировку на ноги. В следующий раз я покажу вам мою тренировку спины. Подписывайтесь на канал «Югиптед Фитнес», ставьте лайки и следите за историей моего прогресса. Ссылки на мою страницу вы можете посмотреть прямо под видео. Ну что, ребята, всем пока, до новых встреч! Есть дни, когда у тебя есть сила, но иногда ты приходишь в зал с чувством усталости.